Хей, друзья! Наконец-то начала приходить весна, и поэтому я предлагаю сделать наш город самим чище. И в честь этого я с другими блогерами, мы решили пойти на субботник. А именно, 29 числа в разных парках, конкретно я буду в парке Горького в Нескучном Саду убираться, с 10 до 2 часов дня. И если вы тоже хотите помочь сделать город чистым, то обязательно приходите туда, будем убираться вместе. Ну, а если вы вдруг не сможете прийти, или вы просто из другого города, ничего страшного, просто выкладывайте фотографии, как вы убираетесь в ближайшем парке с хэштегом на субботник, и самые креативные и веселые, лично я пролайкаю. Это вот такое было небольшое у меня объявление, а сейчас давайте пойдем посмотрим, насколько тяжело заменить оперативную память в новых iMac'ах. Откровенно говоря, мне моноблок нравится намного больше, чем любой другой вид персонального компьютера. И согласитесь, что это круто, когда у тебя монитор сразу совмещен со системным блоком, у тебя нет никаких лишних проводов, внизу у тебя вот здесь не стоит шкаф, все умещается на столе, все круто, эстетично, красиво выглядит, но есть одна проблема. Неважно, это моноблок от Apple, или это какой-нибудь Lenovo, или MCI, он в любом случае через пару лет устареет, и проапгрейдить у вас его не получится. То есть, мало того, что моноблоки изначально стоят дороже, через пару лет их придется менять на новые полностью. То есть, не получится отдельно заменить видеокарту, отдельно процессор, потому что единая материнская плата, и ее нужно менять целиком. Ну, это, соответственно, все равно, чтобы покупать новый. И единственный элемент, который в некоторых моноблоках можно заменить, это оперативная память. И хорошо то, что в iMac'ах, в последних моделях, в последних со старыми, все это сделали довольно-таки просто. Как вы можете заметить, слотов для оперативной памяти у iMac'а 4, из которых 2 пустые, а в 2 у меня ставят плашки по 4 гигабайта с частотой 1867 гигагерц. И плюс еще можно сразу же заценить с вами хранилище, то есть жесткий диск. Видите, он у меня один стандартный, при том практически заполненный, надо бы его почистить. И вы видите, что я еще сюда приколхозил второй SSD, и сейчас я вам просто покажу, как это выглядит. Раньше в MacBook'ах вместо DVD-привода можно было воткнуть дополнительный жесткий диск, и это было довольно-таки круто. Но в iMac'ах нету дисковода, и поэтому я предпринял вот такой, значит, колхоз, друзья. И да, вы действительно видите то, что видите. Это внешний жесткий диск, подключенный по USB, и который я приклеил на заднюю стенку на двухсторонний скотч. Ну, вообще, мне кажется, что решение довольно-таки неплохое. К тому же, что моноблок стоит ко мне лицом, и я, в принципе, этого убожества не вижу. Главное, что жесткий диск работает, и хорошо. Но, слава богу, то, что в моделях 2015 года можно заменить оперативную память, не снимая вот эту переднюю панель. То есть, раньше это можно было все делать при колхозе, сейчас это сделали все более удобно. Но, для того, чтобы апгрейдить память, ее надо сначала купить. И мы заходим на официальный сайт Apple, и видим то, что за 16 гигабайт они просят целых 28 тысяч рублей. За 16 сраных гигабайт 28 тысяч рублей. Окей, Apple, вы там что, вообще, звери, вы охренели? Если вы хотите себе полноценные 32 гигабайта оперативной памяти, а именно столько нужно вам для нормальной полноценной работы, придется отдать 56 штук. Вы там, вообще, у вас есть хоть какая-то совесть. При том, что, наверняка же, смотрите, здесь нет никаких логотипов. То есть, эту память, скорее всего, еще и делает, ну, я более чем уверен, что ее делает Samsung. Apple, вы что, охренели? Это вот, реально, они закупают самсунговскую память и перепродают у себя на сайте. Короче, суть в том, что я нашел точно такую же память, точно такая же частота. И внутри у меня сейчас здесь должно быть 32 гигабайта памяти, которая стоит 20 тысяч рублей. То есть, на каком-то левом сайте, при том, что там должен быть HyperX. Ну, сейчас мы это откроем и посмотрим. На каком-то сайте я купил HyperX 1866 МГц дешевле за 32 гигабайта, чем 16 гигабайт нам продает Apple. Знаете, что я думаю об этой ситуации, друзья? Идите в жопу! Нет, ну, как бы, реально, мало того, что техника сама по себе дорогая, которую еще нельзя апгрейднуть, только память. Слава богу, она хотя бы устанавливается несложно. Я надеюсь, мы сейчас это будем проверять. Так они еще и память к ней продаются вообще за какие-то бешеные деньги. Так вот, что нас ждет внутри? Три. Одна плашка памяти, как вы можете заметить, HyperX. И еще три таких же должно быть. Все правильно. Раз, два, три. Четыре плашки HyperX, которые стоят дешевле, чем две на сайте Apple, скорее всего, Samsung. Единственное, что меня слегка напрягает, слегка, то, что сверху нигде не указана тактовая частота этой памяти. То есть, я вот уже и сзади посмотрел, и сбоку. Возможно, на самой плашке это будет указано. Давайте ее вскроем. Вот так просто у нас все это дело открывается. И мы сразу можем заметить то, что HyperX даже выглядит покруче, потому что она такая стильная и с логотипом. А вот здесь типа просто четыре квадрата, на которых наверняка написано Samsung. Но мы об этом никогда не узнаем, потому что не будем переплачивать за память. К сожалению, в спецификации ничего, кроме как вас может убить током, пожалуйста, осторожнее, на всех языках мира не написано. И нарисована инструкция, то есть вытащить из розетки, достать из iMac и ставить назад. Как бы это все, при том, что здесь даже не iMac, а нарисован ноутбук. Я теперь переживаю, что эта память вообще у меня сюда не встанет. Возможно, тактовая частота этой памяти указана под вот этой эмблемой, но здесь написано, что если вы ее сорвете, у вас слетит гарантия. А как-то я не хочу терять гарантию, потому что вдруг эта память вообще работать не будет, и мне еще потом деньги не вернут. Поэтому сначала я попробую ее установить, а потом мы уже в iMac и посмотрим, какая здесь частота. Для начала надо как бы опрокинуть наш iMac. Для этого у меня есть вот такой коврик. Значит, я его сюда аккуратно укладываю. И теперь, как по инструкции, нужно выдернуть из него питание. Оперативная память в iMac располагается под вот этой крышкой. А для того, чтобы ее открыть, надо нажать на кнопку, которая находится там, куда крепится кабель питания. И Apple очень грамотно ее расположила, потому что реально, если забыть вытащить кабель, вас можешь одарахнуть током, притом так не слабо. И Apple решили перестраховаться, поместили кнопку прямо здесь, и, соответственно, до того, пока ты кабель не вытащишь, ты доступ к памяти никак не получишь. Собственно говоря, вот здесь мы нажимаем. А, еще я забыл сказать, если вдруг iMac у вас на гарантии, и вы хотите поменять память, то лучше этого не делать, потому что вот после того, как я открыл эту крышку, у меня как бы гарантия слетела. Она, правда, и так у меня закончилась, но, тем не менее, как бы я вас предупредил. И я сейчас хочу посмотреть, какая компания сделала эту память. На удивление, друзья, это оказался даже не Samsung, но, честно говоря, лучше бы это был Samsung, потому что здесь вообще написано Made in China. Самсунг хотя бы делается в Корее, а это Made in China, какой-то ноунейм, и, честно говоря, мне вообще страшно, что я работал на такой память. Как минимум тот же HyperX, вот тут сбоку написано Made in Taiwan. Я вам так скажу, Тайвань это намного лучше, чем Китай. Это не так хорошо, как Корея или, например, Япония, но, тем не менее, сойдет. Собственно говоря, я достаю последнюю плашку, и теперь устанавливаю сюда 4 HyperX. Собственно говоря, все, память установлена, я просто продавливаю ее вниз. Щелчка не было, но, тем не менее, она закрепилась. Теперь мы берем вот эту крышку. Я, кстати, не знаю, какой стороной-то ее правильная. Хотя она, походу, симметричная. Ну и сейчас, друзья, самый главный момент истины. Главное, чтобы это все включилось. Если это включится, значит, я все сделал правильно. Что-то пока не включается. О! Надо было просто еще подождать. Что ж, друзья, давайте теперь я вместе с вами первый раз открываю об этом Mac. И перехожу во вкладку память. И что мы видим? 32 гигабайта, 4 слота, частота 1867 Гц. То есть все как нужно. Хоть она почему-то на памяти на самой и не написана. Это непривычно, это странно, это даже стремно в какой-то степени. Но, тем не менее, все работает, все круто. И какой можно сделать вывод? Вывод из всего этого очень простой, друзья. Apple оказались конченными гандонами. И не только потому, что их память стоит супер дорого, но и потому, что вам еще не продадут ее просто так. Дело в том, что я был в Apple Store. И когда я попросил себе такую память, мне сказали, что мы не можем вам ее продать, чтобы вы установили ее сами. Потому что вы наверняка что-то сломаете. Короче, мы будем виноваты. В общем, мы устанавливаем ее сами. Но за это вам еще придется доплатить. И я такой говорю, как бы идите-ка вы нахер. Нашел просто точно такую же память в интернете, HyperX. Как вы видели, все, что я установил. И поставил ее собственноручно. В этом нет абсолютно ничего сложного. Это даже проще, чем в ноутбуке, потому что ничего не нужно откручивать. Это даже проще, чем в компьютере, потому что ничего не нужно откручивать. Просто нажал, достал, вставил, вуаля, все работает. И поэтому, друзья, если вам в сервисном центре где-то предлагают заменить оперативную память, в ноутбуке, в компьютере, в моноблоке, отказывайтесь. Потому что в этом нет совершенно ничего сложного. Даже в том, чтобы собрать компьютер, ничего сложного Но вот заменить оперативную память Это вообще самое простое занятие на земле Так что, если в сервисном центре вам это предлагают Смело шлите их всех нахер А на сэкономные деньги лучше купите себе, не знаю, мороженое 10 килограмм мороженого Потому что, типа, сервисный центр стоит 500 рублей, по-моему, стоит заменить оперативную память Ну или что-то такого Короче, друзья, у меня на этом все Оперативные памяти у меня теперь завались Я пошел монтировать кучу интересных роликов Которые я уже отснял И как раз таки не мог смонтировать Потому что не хватало памяти Теперь у меня завались И поэтому на канале у вас в ближайшее время ждет Огромное количество контента Но для того, чтобы его не пропустить Подписывайтесь на канал И ставьте ваши лайки под видео, которые вам нравятся Меня зовут Тимур И я прощаюсь с вами до следующего ролика Который прямо сейчас иду монтировать Счастливо!